Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня я хочу поделиться обалденным вкусным ужином или обедом. Очень вкусно, очень ароматно и готовится легко и просто. Мы сегодня с вами будем готовить обалденный вкусный рецепт ленивых голубцов. Так вы еще точно не готовили. Начинаем готовить. Поехали! В первую очередь займемся фаршем. У меня здесь свинина и говядина. Говядины чуть меньше, можно брать в равных порциях. У меня здесь примерно 650 грамм свинины и где-то грамм 300-350 говядины. Также понадобится капуста. Здесь грамм где-то 500-600 и одна луковица. Я буквально в прошлом видео снимал обалденный вкусный суп с капустой. У меня вот осталась такая полголовки. Кочережку убираем. И нарежем на удобные куски, чтобы проще и легче отправлялись. В мясорубку. Луковицу просто на 4 части. Поехали! Итак, мы перепустили через мясорубку все мясо, капусту и лук. Я уже заранее отварил рис. До полуготовности 120 грамм риса. И отправляю также сюда к фаршу. Добавляю также перец черный на глаз. Примерно третья часть чайной ложки. Две щепотки соли. И добавлю еще одно куриное яйцо. И хорошенечко все это дело перемешиваем. И начинаем формировать такие мячики. Весь оставшийся фарш. Делаем, продолжаю делать мячики. И замораживаю. И буду готовить в следующий раз. Теперь нам нужно приготовить очень вкусный соус. Нам понадобится одна морковка. И отправляем через крупную терку. Также понадобится две луковицы. Нарезаем кубиком мелко. И беру еще 4 зубчика чеснока. И нарезаем просто произвольно. Также мелко. Желательно мелко. Сковородку отправил на плиту. Добавил пару столовых ложек растительного масла. И отправляем чеснок в первую очередь жарить. Чеснок слегка поджарился. Буквально минуту-полторы. И следом отправляю лук. Лук подрумянился. Отправляем морковку. Так, у меня здесь пол-литра сметаны. И смотрите, что я делаю. Я добавляю ложку муки столовую. А знаете для чего? Для того, чтобы в соусе сметана не свернулась. Хорошенечко перемешиваем. И добавляем к нашей морковке и луку. Так, и нам понадобится буквально 200-250 грамм помидор через терку перетертых. Это у меня домашняя заготовочка на зиму. Очень выручает в любых приготовлениях, в любых блюдах. Перемешиваем. Морковочка уже помякла. И, конечно же, нам понадобится усилитель вкуса, такой как сахар. Пол столовой ложки будет достаточно. Перемешиваем. И отправляем нашу сметану. Соль, не забываем. Щепотка, хорошенькая. И добавляю грамм 60-70 воды. Сделаю чуть-чуть пожиже соус. У нас здесь имеется мука, поэтому густеет. И это нормально, друзья. Все, не нужно, чтобы наш соус закипал. Буквально еще полминутки. И отправляем к нашим ленивым голубцам. Заливаем. Такой соус всегда очень и очень вкусный, друзья. Этот соус можно готовить с любыми другими метитеями, с котлетами. Обязательно попробуйте. Такой соус просто обалденный. Ну все, отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно 45-50 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы наши голубцы стали очень ароматными и очень красивыми. Отправляем в духовочку. Продолжение следует... Ну что, друзья, давайте попробуем. Не знаю, друзья, насколько они ленивые, но они очень вкусные. Бомба. Супер. Друзья, обязательно готовьте вместе со мной. Такие голубцы получаются всегда очень вкусные. Во-первых, готовится легко, просто не нужно сидеть, заворачивать там, мучиться, трудиться. Готовится намного проще, намного легче. И конечный результат просто бомба. Готовьте. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться, комментировать и делиться с друзьями. Также подписывайтесь на мой второй канал, который называется соусы, специи. Заправки очень вкусные, очень ароматные и, конечно же, украсят любое ваше блюдо. Готовьте. Всем пока. Тигра давно не был на экране, не был в гостях. Тигра хочет мяса. Много мяса. Как же он любит мясо. Смотрите, какой он огромный, просто живет на мясе. Да, тигр? Ты же настоящий тигр? Эй, красавица.